Президент Румынии Молдавские паспорта супруги из Румынии получат бесплатно, уточнила Самсон. Лидер коммунистов Владимир Воронин уже предположил, что Троян Бесеску собирается баллотироваться в президенты Молдовы. Ранее Бесеску неоднократно заявлял о желании стать молдавским гражданином. Он был президентом Румынии с 2004 по 2014 год. В своих заявлениях он неоднократно выступал за идею объединения Молдовы и Румынии. Таможенную службу Молдовы возглавил Виталий Враби. Соответствующий приказ подписал сегодня министр финансов Октавиан Армашу. По сообщению Минфину, нового руководителя таможенной службы представили коллективу ведомства. Октавиан Армашу поздравил Виталия Враби с вступлением в эту должность, пожелав ему успеха в деятельности. И отметил, что главными его задачами должны стать обеспечение поступлений в бюджет, модернизация таможенной службы и внедрение соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Виталий Враби – гендиректор промышленного парка «Траком», бывший министр обороны и экс-министр местного публичного управления. На посту главы таможенной службы он сменил Тудора Болицкого, который добровольно подал в отставку после претензий к работе ведомства со стороны премьера Павла Филиппа. Напомним, Болицкий был ставленником либерал-демократов. Его назначили на должность бытность Влада Филата главой Кабинета министров. Украина может ввести эмбарго на молдавские продукты. В случае, если Молдова закроет свой рынок для импорта украинской молочной продукции, соседняя страна грозит ответить нам тем же. Об этом во время своего выступления в Европейской бизнес-ассоциации Украины заявил министр аграрной политики и продовольствия соседней страны Алексей Павленко. Если Молдова закроет свой рынок для украинской молочной продукции, Украина введет эмбарго на целый ряд молдавских продуктов, сказал он. Павленко отметил, что надеется урегулировать вопрос доступа украинской молочной продукции на рынок Молдовы. Он сообщил, что украинские власти отправили все необходимые запросы в Молдову и ведут переговоры с коллегами из нашей страны. Напомню, в начале января сельхозпроизводители Молдовы заявили, что разрешение на импорт украинской животноводческой продукции может поставить под удар молдавских производителей. А многие молдавские предприятия могут оказаться на грани банкротства, так как не смогут конкурировать с украинской продукцией, которая производится в условиях гораздо более низких цен на электроэнергию, газ и корма. Обстановка здравоохранения муниципальным советникам Кишинева не нравится. Так что за проблемы в этой сфере начальник управления мэрии поплатился должностью. Муниципальный совет отправил в отставку Михаил Молдавану. За проголосовало 26 советников. С инициативой выступили социалисты. Они обвиняют Молдавану в превышении должностных полномочий. Какие именно нарушения допустил чиновник, выяснит внутреннее расследование. Реакции мэрии пока не последовало. На предыдущие отставки начальников столичных управлений мэрия отвечала одинаково. Это незаконно, так как не входит в полномочия муниципального совета. Известно, что исполняющим обязанности главы управления здравоохранения назначен Константин Ремеш. Электронное голосование и онлайн-трансляцию заседаний комиссии введут в муниципальном совете Кишинева. Такое решение приняли накануне в ходе заседания Мунсовета. За этот проект решения проголосовали 26 муниципальных советников от социалистов, Народной Европейской партии, нашей партии, коммунистов и независимый муниципальный советник Иван Штефаницы. С инициативой ввести электронное голосование выступили советники от Народной Европейской партии. Они привели в качестве аргумента мировые столицы, в том числе соседних государств, в которых уже есть современные системы голосования. Советники также создали комиссию, которая будет следить за внедрением электронного голосования, за действиями мэрии при проведении тендера и выборе фирмы-исполнителя. Средства на новую систему советники предлагают выделить из муниципального бюджета. По предварительным данным, электронные голосования в Мунсовете и онлайн-трансляция заседаний рабочих комиссий будут стоить 20 тысяч евро. Бельские выпускники смогут бесплатно учиться в российских вузах. Бельская мэрия подписала договоры о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным аграрным и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетами. В каждом вузе для ребят из Бель со следующего учебного года выделят по 50 мест. Но уже через год квоты собираются пересмотреть, так что еще больше желающих Север-Молдовы смогут получить профессию в престижных учебных заведениях России. К тому же оба университета предлагают обучение специальностям, востребованным в молдавской экономике. Это сельское хозяйство, инженерия, экономика и информационные пищевые технологии. Учитывая дефицит кадров в этих областях, сотрудничество с российскими университетами поможет улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах Молдовы, надеется в мэрии Бельц. К тому же мэр города Рината Усатый уверен, что это даст возможность детям из небогатых семей получить качественное бесплатное образование. Будет ли референдум по двум другим вопросам, которые собираются задать народу гражданская платформа «Достоинство и правда»? И состоится ли референдум по отставке Дарины Киртуака с должности мэра Кишинева? Кто будет бороться за пост президента? Когда и как будут проходить выборы главы государства? На эти и многие другие вопросы сегодня будут отвечать гости Анатолия Голи, председатель партии «Гражданская платформа» ДА Андрей Анастасия и лидер фракции партии «Социалистов» в Кишиневском муниципальном совете Ион Чабан. Если у вас есть вопросы к приглашенным, можете отправлять их ведущему ток-шоу по электронной почте голесобачка.ртр.мд. Пятница с Анатолием Голи начнется в 20.15. Не пропустите!